Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. За этот трофей в этом сезоне. Мы в прошлой серии смогли обыграть Краснодар и я думаю после победы над ними сил у нашей команды и уверенности должно быть побольше. В чемпионате нам можно ошибиться. Сегодня у нас еще такое неприятное расписание. Там два матча кубка и чемпионата прям на следующий день. То есть никакого отдыха не будет. Там нужно будет сделать ротацию. Вы усарывайтесь поудобнее. Наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки. Если здесь впервые подписывайтесь на канал, обязательно прожимайте лайк под этим роликом, пишите комментарии. Ну и по ссылкам в закрепе переходите в телеграм. Там вы всегда будете в курсе выхода новых серий, анонсов, уведомлений, голосований. Ну и там же ссылка на мой твич канал, где у нас проходят стримы. И там же ссылка у нас на второй канал с прохождениями. Там у нас сюжетные игры. Всем буду рад. Ну а мы отправляемся на первую игру против Химика. Давайте взглянем на их стартовый состав. Вот так он выглядит. Всего лишь одна победа за последние пять игр. Ну а у нас сегодня снова небольшая ротация. Сегодня у нас Козлов, Шмидт, Эриксон. Вот странно, почему у Эриксона есть геймфейс на вот этой модельке, а у Козлова и Шмидта нет. Хотя у Шмидта, по-моему, раньше он был. Ну да ладно, погнали. Иногда замечаю в комментариях, ребята пишут, вот мол, я бы карьерку в РПЛ посмотрел. Еще с Еврокубками. А вот ФНЛ3 как-то не очень интересно. При этом находятся люди, которые постоянно пишут о том, что нужно какую-то карьеру с самых низов. Ну и если ФНЛ3 это не самый низ, ребят, ну я тогда не знаю вообще, что вам нужно. Мне кажется, наоборот, круто. Мы сейчас берем команду. Мы выращиваем каких-то молодых игроков Академии. И как раз у нас есть вот эти пару сезонов ФНЛа, где мы можем, так скажем, эту команду поднять до РПЛа, дальше уже и до Еврокубков. С Альварадо у нас следующая, ребята, ситуация. У него три месяца контракта осталось. Денег у нас на продление нет. Кто-то предложил его выставить на трансфер, чтобы хотя бы как-то подзаработать. Но из-за того, что у него осталось три месяца контракта, мы можем максимум его только в аренду отправить. У нас в чемпионате сейчас нет игр с командами из самого низа турнирной таблицы. Я специально посмотрел. Там в основном, если есть команды, ну чуть ниже середины, а так в основном верхушка. Артега. С Артегой контракт продлили. И он сейчас понесся на ворота соперника. Можно попробовать навесить. Подача есть на дальнюю. Никто не поспевает. Это Шмидт. Шмидт. Не стал открываться. Корж. Разбирается здесь со всей обороной. Альварадо. Снова Корж. Удар по воротам. И голкипер спасает. Вот и первый опасный момент на девятнадцатой минуте. Альварадо. Подача. Момент. Удар. Вратарь вытаскивает. И дальше успели футболисты Химика отбиться. Коржунов. Здорово. Развернулся. Даже соперника смог немножко завалить. Коржунов залетает в штрафную. Можно выкатывать под удар. Удар есть. Но Шмидт слева не попадает. И видите. Обзавелся небольшой татуировкой на руке. Стату. Это вообще отдельная тема. Там есть специальные ID номера. Но ту таблицу, которую я нашел. Там довольно мало татуировок. И оказывается они есть еще с другими номерами. Если, ребята, вы обладаете такой информацией. И знаете, какие номера у татуировок должны быть. Как, так скажем, в полном объеме. То я буду очень признателен, если вы подскажете. Шмидт. Здорово. Танков выкатывает на Козлова. Козлов бьет и снова вратарь тащит. Эриксон. Здорово. И сейчас Козлов запускает вперед Альвараду. Альвараду на скорости. Несется в штрафную соперника. Альвараду. Танков. Козлов. Надо забить. Козлова сбивают. И пенальти не будет. 4-1 по ударам в пользу нашей команды. Но мы, так скажем, на правах лидера. В турнирной таблице пока действуем. Опасная передача в центр. Мяч отскакивает. И нам забивают. Ну, конечно, куда же без этого. 1-0. Химик находит свой момент. И реализует его снова. Вот этот чудный отскок прямо на ногу сопернику. Наши защитники не поспевают. Ну, а к Яшину здесь уже вопросов нет. Ну, вот надо было с такого отскока. Просто вот это я не знаю. Кроме как скриптом, это я никак не назову. Когда один игрок бьет с разворота, находясь спиной. Попадает точно в ногу нашему игроку. И от нее мяч отскакивает на второго игрока атаки. Здорово. Коршунов залетел в штрафную. Корш. Забить. 1-1. Здесь Корш как рукой вогнал мяч в ворота. Наконец-таки его пробило снова на забитые мячи. Давненько он не забивал. Ну, а здесь поборолся корпуса. Видим, и флаги Баварии. На стадионе. Но это, знаете, у кого что было. Дома из атрибутики. Да, то и принес. А вот здесь классно. Козлов проталкивает мяч. Танков. Снова Коршунов. Залетел в штрафную. Удар по воротам. Дубль Корша. И это, ребята, 2-1. Ну, вот здесь мы просто додавили. Додавили уже соперника. Остается 20 минут до конца этого матча. Сейчас химик новой атаки. Правым флангом идут вперед. Подача в штрафную. Отбились. Шмидт. Передача на Танкова. Танков. Классная передача на Коршунова. Корш. Подача. Шмидт. Это 3-1. Это 3-1. И даже повтор пропал. Показывают нам расстроенных игроков химика. Реф добавил одну минуту. Она истекла. Это победа 3-1. Мы смогли переломить ход встречи в свою пользу. И забрали 3 очка. У нас сейчас игра против биолога. И после этого матча нужно будет сделать такую внушительную ротацию перед кубком. Потому что там кубок будет на следующий день после нашего матча. У биолога состав вот такой. Вот, ребят. Тоже одна победа за последние 5 игр. Ну, а у нас сегодня одно изменение. У нас на замене появился Гавриленко. Так что, в принципе, итог у Мара. Сегодня у нас 3 атаки выходят вместо Танкова. Ну, а так, ребят, погнали. Я думаю, когда уже все будет ясно в чемпионате, мы, наверное, сделаем просто пару симуляций. Смысла там уже от этих игр не будет. Осталось-то, в принципе, не так много матчей. Ну, посмотрим, посмотрим. Сейчас отрыв есть. Главное его не растерять. Гортега здорово на перехвате действует. Вот этого у него не отнять, ребята. Когда он вот так классно опережает соперника. Козлов. Передача на Шмидта. Шмидт проталкивает мяч и забивает гол. Этот паренек начинает осваиваться. И буквально уже в каждом туре вгоняет мяч в сетку ворот. В прошлом матче он забил классный мяч. Ну и сейчас, посмотрите, вот так вот пыром аккуратненько в ближний. Галкипер не справляется. Это, ребята, 1-0. Козлов. Передача на Умарова. Умаров ждет сейчас на фланге. Корша. Корш получает передачу. Снова Козлов. Залетает в штрафную. Нужно забить. Вот и Козлов делает гол, ребята. Но неужели у него травма? Не может он подняться? Нет, все-таки поднимается. И бежит праздновать. 2-0. Снова Альварадо. Никакого офсайда нет. Передача в центр. А вот, ребята, уже и Корш. 3-0. 35-я минута. Опасный выход на наши ворота. Перекладина спасает. Добивание. Не попали толком по мячу. Козлов здорово продавливает. Это Шмидт. Шмидт нужно забить. Еще один есть. 4-0. За 9 минут до конца. У нас прошла довольно большая пачка замен. Дали отдохнуть почти всем игрокам центра поля. У нас даже Уткин вышел. Наш левый защитник на позицию левого полузащитника. Ну и здесь уже, я думаю, все прекрасно все понимают. Вряд ли получится у кого-то забить. Я имею ввиду и соперника. Ну а у нас Корш мог отличиться еще разочек. Коршунов. Получил мяч от Гавриленко. Корш. 1-1. Встряхнул соперника, но Реф решил свистнуть. Не дал довести атаку. Победа 4-0. Все складывается очень легко. Как я и сказал, у нас сейчас игра против Торпеда. А если мы посмотрим на календарь, то прям сразу же будет игра против СКА Хабаровс. Это уже четверть финал Кубка. И, ребята, было всего лишь два дня на восстановление. Давайте посмотрим, как сыграет наша команда. И состав на эту игру весьма неплохой. Успеют ли восстановиться остальные ребята для выступления в Кубке? Не знаю. У Торпеды одна победа. Как мы видим, у них тоже есть усталость. Играет такой довольно узкой схемой. Еще и один игрок травмирован. Так что, по идее, мы должны здесь забирать победу. Потому что у нас состав, ну, тоже такой довольно боевой. Здесь есть ребята, которые частенько выходили. Типа Шикова, Каримблума, Гавриленко. Есть такие ребята, как Боковой Алиев, который иногда Орлов тот же выстреливали. Ну и погнали. Мы можем допустить сейчас ошибку. Мы можем потерять очки. Но я думаю, это будет не так страшно, как поражение в четвертьфинале Кубка для нашей команды. Потому что победа в Кубке, она добавит нам, ребята, уверенности. Она добавит нам денег в трансферный бюджет. И мы сможем, наконец-таки, возможно, подписать дальше Альварадо для продолжения выступления в нашей команде. Ну и, как минимум, заказать высококлассного скаута, который сможет найти нам крутых игроков из Академии. Гавриленко берет разбег, бьет поворотом. Там я даже мяча не увидел, потому что и соперник полетел, и наши игроки. Еще одна подача здесь успевает. Игнатьев забирает мяч в руки. Еще один грубый фолл. И еще одна карточка. Хотя я не заметил, в первом эпизоде, по-моему, карточки не было. Так что просто первая карточка. Так, давайте вот сюда катнем. Не получилось, но мы продолжаем сейчас. Залетели в штрафную подача. Соперник пока отбивается. Гавриленко. Шиков. Хозяева забрали сейчас. Мяч под контроль. Неплохая передача по правому флангу. Пас пяточкой. Удар есть, и Яшин пропускает. 1-0. И снова все наше давление с самого начала встречи. Пошло коту под хвост. Боковой на дальнюю навешивает. Вратарь мяч забрал. Давай, давай. У тебя есть скорость. Боковой побежал. Кати под удар. Удар есть, и гол тоже. Гавриленко. 1-1. Ну вот как иногда бывает важно прорваться по флангу. Уйти от соперника. Ну а дальше вкатить ножку партнеру. И Гавриленко здесь уже шансов вратарю не оставляет. Мощный, плотный удар. И ничья 1-1. Концовка первого тайма. Опасная передача. Удар есть, и 2-1. Торпеда сегодня 100% реализует свои моменты. И с каким трудом мы сегодня забиваем в этом матче. И с какой легкостью забивают они. Умаров, здорово. Нашикова. Хорошая передача. Алиев. Давайте, парни. Давайте. Алиев залетает в штрафту. И можно простреливать. И гол. Это 2-2. Это боковые его танцы. Но он просто ждал. Но он ждал этот мяч на дальней штанге. Нужно было только его туда доставить. Ну и молодцы. В атаке мы тоже ищем свои моменты. Находим. Но теперь главное третий не пропустить. Снова Умарова сбивают. И желтый. Это дашь рэв. Ну сколько можно. Просто какие-то кастоломы сегодня на поле. А главный арбитр молчит. И хорошая передача. Боковой забить. Вот так вот, ребята. Вы будете играть грязно. А мы будем вас за это наказывать. Боковой забивает дубль. И мы уже выходим вперед. Какой матч, ребята. И аккуратно. Аккуратно. Боковой вот так вот. Просто в уголочек поддает. Не сильно, но очень точно. И начинаются замены у торпеда. Передача в центр. Скидка. Боковой. Удар. И Боковой мог оформить сейчас хэт-трик. Кумаров играет на Гавриленко. Гавриленко. Пенальти. Гавриленко собирался убрать мяч под себя. И его просто с двух ног встретил соперник. Ну это очень было жестко. Я предлагаю, ребята, дать ударить Боковому. Если у него получится забить, то это будет хэт-трик. Но важно. Важно попытаться это сделать. Боковой берет разбег. Бьет поворотом. И мяч вот так вот от крестовины залетает в сетку. Боковой оформляет хэт-трик. 4-2. Ну и здесь, я думаю, уже всем все понятно. Мы показали свой характер. Мы, ребята, забили. Ну как исполнил Боковой, а? Подача на дальнюю штангу. Удар. Отбились. Фух. Это было опасно. Ну а теперь просто чуть подержим мяч. И на этом закончим. Мы отправляемся на четверть финал Кубка России. Надеюсь, что и там наш второй состав себя покажет не хуже, чем боковой в сегодняшней игре. Воронежский факел уже выиграл у Енисея. 3-2. Ахмат уступил ЦСКА 2-1. Рубин встречается со Спартаком. Ну а мы попали на Сках-Абаровск. Едем к ним в гости. Давайте посмотрим сейчас на их стартовый состав, на их вообще положение. Они выглядят бодренько, ребята. У них Бавен Капитан. И у них полная сила у каждого игрока. Что на замене, что на стартовом составе. Также у них 3 победы, 2 ничьи. Ни одного поражения. Ну а вот состав нашей команды. Здесь есть усталость. Но мы готовы, ребята, биться. Единственное, сейчас поставим белую форму, наверное, нашу команду. Сках-Абаровск, кстати говоря, такая довольно красивая форма. Но мы ставим белую. Белые ходят первыми и белые выигрывают. Погнали. Ни в коем случае сейчас нельзя недооценивать Сках-Абаровск. И думать, если мы обыграли Краснодар, то уже по всем командам можем пройтись катком. Нет. Это далеко не так. Сейчас нужно действовать очень аккуратно, очень внимательно. И хорошая передача на Танково. И Танков тут же продавил соперника Танков. Катив в штрафную. Удар есть. Шмидт. Пенальти. Шмидт зарабатывает пенальти. Он подсёк аккуратненько мяч и попал сопернику в руку. Ну посмотрим, была ли она. Там какая-то неразбериха началась. Ну, слушайте, спорный, спорный момент. Я хочу посмотреть ближний повтор. Итак, ребят, смотрим. Мяч отскакивает. Шмидт подсекает его. И вот здесь. Ну, у нас есть, так скажем, видение того, что мяч отлетает в сторону. Он попадает сначала в ногу. Я хочу вот так помедленнее посмотреть, поаккуратней. Но он не играет рукой. Он не играет рукой. Я не буду такое забивать. Хоть это и четверть финал кубка. Но такие пенальти я забивать не буду. Может быть, нам это аукнется. Но здесь не было игры рукой. Да, в динамике показалось, что после бедра мяч как будто он отводил рукой в сторону. Но с другого повтора мы посмотрели. И никакой руки там не было. Другой говоря, мы использовали вар. Здорово. Танков. Танков пошел сам. Танков идет вперед. На ворота соперника. Танков бьет и не попадает. Ну же и на дальнюю. И там никто не замкнул. Обидно. Взломали оборону. Здорово. Снова корж. Танков. Не хватает пока последнего удара. Последнего удара не хватает. Удар есть. И пенальти уже в наши ворота. Но здесь никто не будет спрашивать, была ли игра рукой или ее не было. Мы просто посмотрим один повторчик. Ну, такой же. Что-то похожее. Здесь, правда, кисть дернулась. Возможно, все-таки был пенальти. Ну, почему ты так прыгнул, коряво? Почему я специально даже сделал шаг? Угадали мы угол, но... Ска Хабаров забивает на 35-й. Я... Просто на чутье туда пошел. И почему-то по земле решил прыгнуть у нас. Яшин. Еще одна опасная атака. Яшин хотя бы здесь вытаскивает. Так, рановато пока Альварадо. Не будем, ребята, расстраиваться. Есть еще целый тайм. Да, мы уступаем 1-0. Да, может быть, где-то немножко несправедливо. Другой подкат сзади. Что скажет Реф? Надо давать карточку. Устное предупреждение за подкат сзади. Шмидт. Удар по воротам есть над перекладиной. Хорошо, здорово, развернулись. И передача в центр. Ну же, Танков. Где мяч? Галкипер просто каким-то невероятным чудом его вытащил. Вместо Шмидта Альварадо выходит. Не прошла передача Альварадо. Удар в дальний. Яшин тащит. Ну же, Болдырев. Выход 1-1. Болдырев. Нужно забить. И Болдырев забивает за 3 минуты до конца, ребята. Вот и ошибка соперника. И Болдырев реализует момент. Как я боялся, что он не попадет или оттащит этот удар. Галкипер. Это 1-1. У нас уже, ребята, идут повторные замены. Шика в поле тоже покидает вместе с Альварадо. И у нас уже некому там выходить. И на замене особо никого нет. Этот матч отбирает все силы. И он еще не кончился. Хорошая передача. Коршунов. Последние минуты этого матча. Последние минуты. Корш. Танков. Он попадает в соперника. И нас ждут 2 дополнительных тайма по 15 минут. 8-7 по ударам в пользу нашей команды. 1-1 на табло. Эриксон. Здорово. Передача в центр. Танков. Ну и дальше на Корша. И Корш. Он не может убежать, ребята. Момент. Яшин спасает, ребята. Это просто сейчас очень важное спасение. Какая передача сейчас на правый фланг. Опасно. Скидка в центр. Удар. Отбиваемся. Но атака не закончена. Мяч пролетает мимо. Звучит шлисток. И 11-ти метровые удары. Первый удар. И снова Яшин угадывает угол, но не допрыгивает. Гудят трибуны танка. В разбег. Удар. Гол. Здесь перехитрили. Коршунов. Он тоже забивает. Волнительно. Петров. Мяч в воротах. Альвара. Это Артега. Вытаскивает голкипер. Ну и Яшин тащит. Теперь нужно забить. Как же гудит стадион. Вратарь остается в центре. Решающий пенальти. Все. К сожалению, друзья, мы проигрываем по пенальти с Кахабаровску. Здесь им немножко фортануло сильнее, чем нам. Но я надеюсь, эта серия вам понравилась. Наверное, в следующем мы закончим уже этот сезон. И через серию начнем, я надеюсь, ФНЛ-2. Если ничего там не пойдет под откос. Обидно, что вылетели. Но в следующем сезоне у нас будет еще одна попытка. С вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok